Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Первые по-настоящему весенние недели в Сарове выдались богатыми на события. Оно и понятно, город постепенно пробуждается от зимней спячки. Начнем, пожалуй, с Думы. Все-таки решения, которые принимают народные избранники, как правило, касаются действительно важных тем. Таких, например, как реновация. Этот и другие вопросы в минувшую среду обсудили на совместном заседании думских комитетов. Давайте для общего понимания посмотрим небольшой репортаж, который сделали мои коллеги. А затем поговорим об этом с нашим экспертом, депутатом городской думы Иваном Ситниковым. Иван Иванович, спасибо, что согласились прийти. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете итоги этого комитета? Вам удалось с коллегами прийти к чему-то общему? Да, ну вот я только что вернулся с заседания совместных комитетов городской думы, в повестке которых значилось 8 вопросов. Одобрили мы только 3. Ну, сами посудите, какое КПД от нашей деятельности. Причем меня удивило, что мы спорили на ровном месте. Там, где и спорить, на мой взгляд, и не нужно было. Самым важным вопросом, я считаю, вопрос о реновации. Я так понимаю, там сломали много копий? Да, и ломаем уже на протяжении многих не то что дней, а месяцев. А в чем проблема? Почему не просто принять решение? Нет, вот речь вот о чем идет. Еще в начале февраля прошлого года городская администрация выносила на наш суд, на наше рассмотрение, большие микрорайоны с указанием конкретных адресов ветких старых домов для последующего сноса. И я не буду долго об этом рассуждать, потому что и телевидение, и радио, и другие средства массовой информации достаточно подробно это освещали. Скажу лишь то, что в программу реновации по Саровске снос старых домов и строительство на их месте новых жилых домов охватывает район улицы Зернова, улицы Александра Матросова, Розамаска частично и так далее. Второй крупный микрорайон, это как мы называем Этеровский, это Победы, это Пионерская и прилегающие к нему улицы. Выносился вопрос о включении в программу реновации первоначальную и микрорайона вокруг улиц Менделеева, Кутузова, Суворова, остаток этой улицы. Но мы тогда справедливо решили о том, что вот этот участок городских территорий мы будем рассматривать только после того, как увидим результаты реновации вот этих двух крупных микрорайонов. Если дело пойдет, мы рассмотрим и третий. Иначе, справедливо полагали депутаты, если отдать сразу район улицы Менделеева, на этом программа реновации завершится. Потому что в отличие от двух названных мною, там ничего, по сути дела, сносить не надо. Кто-то снимет сливки и забудет про другие, более проблемные микрорайоны. Причем мы рекомендовали выставить приоритеты. Сначала район улицы Зернова, потом район улицы Пионерской, а уже потом мы вернемся и, возможно, рассмотрим. Но вот в этом отношении я удивлен упорством городской администрации, которая не обсуждает с нами вопрос касательно застройки улицы Менделеева, а продавливает. Все знают, что на перекрестке улиц Павлика Морозова и Менделеева близок к завершению строительства нового храма. Если встать спиной к бывшему кинотеатру «Молодежный», то справа у нас будет пенсионный фонд, слева у нас будет оздоровительный детский садик, такой сосновой рощи. Сразу по фасаду новый храм и перед ним земельный участок, ширина которого 50 метров, длина которого 110 метров. Но для сравнения скажу, что это большой огород, 50 на 100. Так вот, городская администрация предлагает перед фасадом этого красивого храма возвести три пятиэтажных дома. А я напомню, что буквально на предыдущей сессии мы утвердили нормы городостроительства. Они очень строгие. Но, например, чтобы создать комфортную среду проживания для жителей будущих домов, необходимо предусмотреть для них автостоянки. Для одних домов, для одного класса квартир с коэффициентом 0,7, для другого с коэффициентом 1 и более. Это как бы бизнес-класса. Сразу говорю, чтобы наши телезрители понимали, на каждую квартиру одно машиноместо. А теперь тот, кто представляет этот земельный участок 50 на 100. Вот представьте, как влепить там три пятиэтажных дома, да еще предусмотреть внутриквартальные территории, да еще со стоянками. Ну, просто места не хватит. И мы нагло и грубо попираем те нормы, которые утвердили с подачи администрации буквально на предыдущем заседании дома. Это нелогично, это неправильно, и это производится вопреки здравому смыслу. А еще на этой неделе народные избранники рассмотрели первую в этом году корректировку бюджета. Речь шла главным образом о тех поправках, которые депутаты и администрация договорились учесть еще в конце прошлого года, когда принимали бюджет. 2,5 миллиона бюджетных рублей выделено в этом году на содержание футбольного клуба «Саров». А для того, чтобы команды, основная и дубль функционировали без сбоев, нужен еще миллион. Президент клуба Сергей Безруков вместе с Департаментом по делам молодежи и спорта подготовил смету, на что именно необходимы дополнительные средства, и предоставил ее финансистам администрации. Но данных в этих документах оказалось недостаточно для того, чтобы включить увеличение финансирования в корректировку бюджета. Мы не увидели никаких подробных расчетов и не увидели именно указания на нормативный документ. То, что она указала на приказ Минспорта 147, он у нас с вами утратил силу приказом номер 34 от 19 января 2018 года. Этот вопрос будем рассматривать еще дополнительно. На сегодня, чтобы его выносить на корректировку, он у нас не готов. Сложившуюся ситуацию представители футбольного клуба называют критической. До начала спортивного сезона всего неделя. А пока нет понимания, будет ли увеличено финансирование, нет и видения, сколько команд заявлять на сезон. Мы не знаем, как начинать сезон. Во-первых, у нас ни копейки денег нет сейчас. И мы не знаем, что нас ждет в этом году. У меня две команды. Первый и дубль. Если сейчас мы понимаем, что дальше нам помогут с корректировкой, мы дубль запускаем. Если нет, нам дубль надо закрывать, потому что мы две команды не выйдем. Обсуждение проекта корректировки бюджета продолжится до ближайшей думской сессии. И уже на следующей неделе депутаты внесут свои поправки в документ. Войдет ли в него дополнительное финансирование футбольного клуба «Саров» узнаем совсем скоро. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Как рассказал президент ФК «Саров» Сергей Безруков, если вопрос с финансированием клуба решить не удастся, на развитие футбола в Сарове можно будет ставить крест. Это не игрушки, а тянуть две команды в футбольном чемпионате, куча таких организационных вопросов на стадионе, вопросы о организационной безопасности и все прочее. Но это не шутки, я уже сколько раз говорил. Ну, вот то, что у нас убрали треть бюджета за полтора года, ну, вот у нас все, работа практически кончилась. Мы просто, вот чтобы все понимали, или уж вообще закрыть клуб, или вот нормально финансировать. Потому что сейчас мы просто проедаем бюджетные деньги, мы просто выполняем бюджет. Там дают сколько денег? Вот мы его проедаем без результата, без работ, которые необходимо проводить. Ну, это бессмысленно все. Поймите, это не шутки. Не просто так мы этот бюджет верстали 10 лет, как мы бюджет учли. Потом друг раз и без объяснения причины мы убрали. Еще раз, никаких ссылок к нормативу нет, потому что мы все привели в соответствие. Все ясно, все понятно, однозначно. Все согласились. И директор департамента. Сергей Григорьевич был, когда мы собирались на совещание. Ну, я даже не знаю, что говорить. Потому что ситуация катастрофическая. Неделя осталась за начало чемпионата. В минувший четверг в Центре поддержки предпринимательства прошли праймерис на пост кандидатов председателя КУМИ от бизнес-сообщества. Почему так сложно? Да потому что это не выборы в прямом смысле слова. Председатели КУМИ вообще не выбирают, а назначают по итогам конкурса. Это, скорее, эксперимент, призванный сделать это кадровое решение более прозрачным и демократичным. Такой формат вообще в последнее время набирает популярность. Вспомните тот же выбор территории, который стоит благоустроить в первую очередь, или общественное обсуждение того, как должна выглядеть новая застройка. Так или иначе, саровчанам предложили на выбор трех кандидатов. О том, как прошло голосование и на что оно повлияет, расскажем в следующем репортаже. Видимо, саровчане очень любят выборы. Любые, по крайней мере, об этом говорит явка Центр поддержки предпринимательства, который на один день превратился в избирательный участок, посетила 1127 человек. И это в будни. Все эти люди спешили отдать свой голос за одного из кандидатов на пост председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом. Такого ажиотажа вокруг этих своеобразных праймерис не ожидали, похоже, даже их организаторы. Мы тоже не ожидали такую активность людей. Буквально в 10 утра мы открыли участок, за час уже было 150 проголосовавших. Активно идут работники-предприниматели, активно идут пенсионеры, активно идут муниципальные сотрудники. Я могла сделать один вывод, что не все равно людям, с кем им дальше работать. Пик голосования выпал на обеденное время. Люди приезжали в ЦПП организованными группами. И в один момент только что пустующее помещение заполнялось народом. И даже, как тут не вспомнить выборы президента, образовывались очереди за бюллетенями. Впрочем, как показал наш опрос, далеко не все имели четкое представление о том, кого же они выбирают. Многие просто отказывались отвечать на наши вопросы. Кто-то говорил о некой активной позиции и лишь единице о том, почему для них важно, кто будет руководить КУМИ. Вы на выборы идете? Да-да-да. А почему вы решили пойти? Потому что мы активные, нам не все равно. Мы решили пойти. А вы знаете, кого выбираем? Естественно. Мы знаем, кого мы выбираем. Нет, не по фамилии. Председателя КУМИ. Вы знаете, чем КУМИ занимается? Нет, вот этого я не буду вам... Это сейчас, извините, пожалуйста, просто с другим поговорить. А для вас важно, вот кто будет возглавлять все это? Лично для вас? Лично для меня нет. А тогда почему вы пришли? Почему пришла? Да. Ну, просто проявите активность. Я считаю, что должен быть вот этот выбор, и он должен достойного человека быть. Нужно свой долг отдать, да, как бы все равно переживаем за город. И хотелось бы видеть у руля комитета управления муниципальным имуществом человека, которого избираем, да, как сказать. Вот, поэтому сделали свой выбор. Надеемся, что правильный. Мне не безразлично. Как бы будущее нашего города. Соответственно, вот сегодня выбираем председателя КУМИ. И, на мой взгляд, это важно, использовать территорию в правильных целях. Изначально все задумывалось как опрос предпринимателей, кого бизнес-сообщество Сарова хочет видеть на посту руководителя КУМИ. Но к моменту голосования оно трансформировалось в общегородские выборы, принять участие в которых смогли все желающие, достигшие 18 лет. И моя идея в этом тоже заключалась, чтобы привлечь как можно больше предпринимателей, этим ограничиться. Но здесь у нас даже выступили и депутаты, потому что это неправильно, поскольку с председателем КУМИ работают не только бизнес-сообщества. И нужно дать проголосовать тогда в этом случае всем горожанам города Сарова. Я считаю, что муниципальное имущество принадлежит всем горожанам и распоряжается им от лица горожан городская дума. Но повлиять на того, кто будет готовить все проекты решений и взаимодействовать с городской думой, в соответствии администрации по муниципальному имуществу может каждый гражданин города. Среди голосовавших в этот день, конечно, были и предприниматели. И их позиции по поводу расширения рамок опроса различны. Часть бизнесменов идею поддержали, часть выступили против. Вот представьте, вам предлагают голосовать, а все опошли тем, чтобы сюда пригласили физических лиц. Зачем тогда нас спрашивать? Могли бы нас и не спрашивать, сделать, что хотели, в администрации поставить, кого хотели. Горожане должны решать, кто будет управлять хозяйством муниципальным, а не предприниматель. Завтра молодой человек или кто-то захочет заниматься индивидуально предпринимателем. Сегодня не предприниматель, а завтра захочет заниматься предпринимательской деятельностью. Как вы думаете, ему это безразлично? Нет? Ему это не безразлично. Ровно в 18.30 избирательный участок закрылся и начался подсчет голосов. Результат поражает воображение. Муниципальный бизнес одержал сокрушительную победу над бизнесом малым. 861 человек поддержал заместителя директора ФГУ ПМРЦ «Волга-2» Людмилу Тырсину. Это 76% голосов. Такой рейтинг популярности тем более удивителен, что Людмила Викторовна вот уже 10 лет не живет в Сарове. Кандидаты, которых выдвинули на праймерис предпринимателей, заместитель директора ОАО «Саровинвест» Леонид Бородулин и заместитель директора ОАО «Маквега» Дмитрий Лебедев, набрали 188 и 74 голоса соответственно. Еще один кандидат, советник генерального директора ООО «Уютный город» по правовым вопросам Алексей Волгин, накануне выборов снял свою кандидатуру, по его словам, по личным обстоятельствам. Результаты голосования обещают учесть в конкурсе на замещение вакантной должности, который состоится 22 мая. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. А теперь к другим новостям. Саровчане написали тотальный диктант. Для тех, кто не знает, это ежегодная образовательная акция, которая направлена на популяризацию грамотности. За последние несколько лет она обрела планетарный размах и проходит на всех семи континентах, включая Антарктиду. В этом году автором текста для тотального диктанта стала писательница Гузель Яхина, известная по книге «Зулий, хатковые глаза» о раскулачивании 30-х годов. Разумеется, наш город физиков и лириков не мог остаться в стороне, и десятки саровчан в очередной уже пятый раз, взяв в руки бумагу и ручку, сели за школьные парты. Пишем встречные, замечая семенящую фигурку учителя. Более 30 человек разного возраста в одной из аудиторий второй гимназии склонились над бланками, старательно выводя буквы, вспоминая правила русского языка. Третью часть текста под названием «Вечер» обучителя словесности по фамилии Бах диктовала участникам акции Светлана Михайлова-Листром. Мне кажется, сегодня текст искрящийся, легкий и эмоционально интересный, но очень сложный по пунктуации. То, что текст оказался не из легких, подтвердили и участники проекта. Галина Александровна Блохнина пишет «Тотальный диктант» уже во второй раз. Энтузиазма бывшему геологу не занимать, и даже будучи на пенсии, Галина Александровна ведет активный образ жизни. Я хочу свой уровень грамотности сохранить, как говорится. Я активный человек, я всегда куда-то врубаюсь в какие-то мероприятия. А вот Валерия Капустянская впервые решила попробовать свои силы в таком экзамене на грамотность. И поначалу немного волновалась. Ну, конечно, потом мне удалось успокоиться, потому что это же все-таки для себя, в принципе. Оценка это только для меня, и мне на будущее будет уроком знать свои, может быть, сильные или слабые стороны. Тотальных диктантов «Саровчане» писали уже в пятый раз. По сравнению с прошлыми годами, количество желающих проверить свою грамотность снизилось. Участие в акции приняли чуть больше 150 жителей города. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, СОРОВ-24. Уже через несколько дней стали известны первые результаты тотального диктанта в СОРОВе. Как сообщили в департаменте образования, отличную оценку получили 4 человека. Без единой ошибки текст написала Татьяна Креницкая. Также в число отличников вошли Елена Мельцес, Юлия Молокова и участник под псевдонимом «Филоложка в тумане». Да, так тоже можно делать. Церемония награждения отличников и разбора ошибок пройдет в актовом зале 2-й гимназии 24 апреля в 18 часов. В этот же день у участников будет возможность забрать свои работы и получить сертификат. В СОРОВе близится к завершению строительства храма святых царственных страстотерпцев. Впечатление законченного объекта, если, конечно, так можно говорить про святое место, он производит уже сейчас. Но, как это часто бывает, есть работа видимая, а есть работа скрытая от глаз. И в эти дни полным ходом идет роспись внутренних стен, которые привлекли художников иконописной мастерской «Новое воскресенье» из Ивановской области. О том, какие образы и сюжеты уже появились во внутреннем убранстве храма, расскажем в следующем сюжете. В 97-м году Сергей Морозов написал свою первую фреску, а уже сегодня он расписывает храмы по всей стране. Палехского мастера и его бригаду всегда приглашают на те объекты, где необходимо сотворить настоящий шедевр, но в сжатые сроки. Вот уже почти полгода иконописцы работают в храме царственных страсотерпцев. И за это время преодолели большое количество трудностей, потому что архитектура храма не совсем классическая. «Барабан не классический, там своды четверик не классический, как мы привыкли видеть, и десятки храмов уже расписали за свою историю. И здесь вообще выпадает из всего, что мы видели, над чем работали». Храм камерный, естественное освещение в нем слабое, поэтому в качестве основного мастера выбрали так называемый жемчужный цвет. Сюжеты разделили опушкой красно-розового цвета. Эти цвета помогли преобразить первоначальное мрачное внутреннее пространство храма и сделать его солнечным и светлым. На стенах уже можно увидеть большое количество ликов. Спаситель, Богородица, пророки, евангелисты. «Старались охватить вообще все, не только как бы Саровскую землю. Ну, естественно, у нас и Сергей Радонежский, Серафим Саровским, и Дионисий Суздальский, и все Нижегородские, ну, большинство, очень много Нижегородских святых будет изображено». Несмотря на нетрадиционную архитектуру, храм будет расписан целиком. Сюжеты росписи отразят жизнь царской семьи, в том числе ее участие в Саровских торжествах 1903 года. По случаю прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского. «Очень мы интересно постарались изобразить перенесение мощей. Зосимы, Саватий и Соловецких из этого храма и в Успенский храм переносили. Так вот мы, значит, их изобразили с левой стороны только нас, значит, Зосимы, Саватий и храм, они вынесли из него, и Успенский храм тоже. Ну, постарались маленько, чтобы было это документально. В своей работе палехские мастера соблюдают традиции каноны, но все-таки в любое изображение привносят немного своего, что делает каждый расписанный ими храм уникальным. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. У любителей танцев на этой неделе был отличный повод насладиться любимым зрелищем. Заводная сальца, нежный вальс и страстная танго. В Доме молодежи прошел отчетный концерт студии бального танца Дека. На паркет вышли как мастера спорта, так и хобби-группа. Взрослые танцоры, те, кому еще только предстоит покорять пьедесталы. Если пропустили, не смогли прийти, или пока еще просто не открыли для себя этот богатый и по-настоящему красивый мир, следующий сюжет для вас. Отчетный концерт студии Дека – это праздник, наполненный энергией, страстью, нежностью спортивных и бальных танцев. Когда-то он возник из небольшого представления для самых близких и вскоре стал традиционным и вырос до городского уровня. Родители попросили нас сделать такой вот небольшой концерт для того, чтобы они привели своих родных показать, как танцуют детки. И год от года этот отчетный концерт становился все крепче и крепче. И сейчас вырос такое мероприятие, которое собирает порядка трехсот человек. Павел, бывший ученик Екатерины и Дениса, не упускает возможности выступить на отчетном концерте родной студии. Благодаря профессионализму руководителя хореография стала любимым делом всей его жизни. Он считает, что секрет успеха на танцполе заключается в упорных тренировках. Надо провести очень много часов в зале. Все это дело – танцевать, танцевать, тренировать, оттачивать. Иногда над одной фигурой приходится неделю думать, пытаться что-то отрабатывать. Но невозможно красиво танцевать, просто заучив движение. Танец – это прежде всего настоящие эмоции. Во время танца ты еще пытаешься показать что-то большее, чем просто шаги и техника. Если танцы присутствуют, какой-то смысл, желание, идея. Это гораздо интереснее выглядит. Для одних занятия в студии стали путевкой в жизнь, для других – любимым хобби. За 15 лет существования хореографической студии воспитанники Екатерины и Дениса не раз становились призерами и лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Елена Грицкова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. А вы знали, что Саров можно смело назвать морским центром? Нет? Тогда настоятельно рекомендую найти время и заглянуть в музей военно-морской славы, где вам самым подробным образом расскажут, из каких волокон сплетена та нерушимая нить, которая связывает наш город со славными страницами из истории русского мореплавания. Музей этот появился благодаря усилиям членов общественной организации ветеранов военно-морского флота имени Федора Ушакова. Люди это крайне деятельные, поэтому одних выставок им не хватает. И они уже несколько лет подряд проводят Саровое первенство по контурным моделям кораблей. В соревнованиях по традиции принимают участие воспитанники Дворца детского творчества и станционных техников, а также их отцы и дедушки. Совместными усилиями ребята спустили на воду почти три десятка моделей. Дважды чемпион области в свои 14 Никита Березин посещает объединение судомоделирования больше трех лет. За это время юноша собрал большое количество пароходов разных моделей и многого достиг. На городских соревнованиях по контурным моделям кораблей во Дворце детского творчества Никита представил колесный пароход и гражданскую модель катера Ира. Для молодого человека собрать корабль – дело простое. Достаточно знать, какую деталь куда прикрепить. Можно сделать модели из брошенных каких-то деталей, которые всегда есть. Можно, в принципе, за три занятия сделать. Если сделать от и до, то это около месяца уйдёт. Участники представили на суджюри сконструированные модели подводных лодок, колёсных пароходов, гражданских и военных судов. Судейская коллегия оценивала внешний вид кораблей, чёткость и правильность выполнения деталей. Но главное – сможет ли модель преодолеть бассейн, не коснувшись бортов. Нынешние соревнования, они, с одной стороны, просто соревнования, а с другой стороны, это подведение итогов за год работы. Занятия техническим видом творчества, они важны, потому что приучают, в нашем случае, мальчиков работать и головой, и руками. Потому что, несмотря на сейчас современные технологии, умелые руки, они всегда нужны. В этом году организаторы соревнований впервые провели семейные старты. В них юным судомоделистам вместе с родителями предстояло по очереди запустить свой корабль на воду и попасть в нужную лунку. Победителям соревнований вручили призы и памятные подарки. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Вопрос, как назвать своё чадо, рано или поздно, стоит перед каждым родителем. Огромную роль в этом играет мода, которая зависит от многих факторов и событий. Например, во время чемпионатов мира по футболу растёт число детей, названных в честь успешных футболистов. Популярные фильмы и книги также могут вдохновить родителей и назвать ребёнка в честь одного из персонажей. Как я слышал, после выхода фильма «Сумерки» в 2008 году количество новорождённых Белл и Эдвардов било все показатели. А есть имена, которые настолько прижились, что не теряют популярности веками. О том, как Саровчине называют своих детей и как живётся человеку с редким именем расскажем в следующем сюжете. Размышляя, как назвать ребёнка, родители перебирают множество вариантов. Твёрдо веря, что ими определяют судьбу человека. Называют в честь небесных покровителей, родственников. Иногда следуют веянию моды и дают редкие имена. Так, полвека назад родители решили назвать сына в честь кубинского революционера Эрнесто Че Гевары и столкнулись с проблемой. В советское время можно было имена давать только из списка, который хранился в ЗАГСе. Этого имени в списке не было. И полтора месяца мои родители решали эту проблему, пока наконец весь о рождении выписали. Эрнесто давно привык к повышенному вниманию к своему имени и не считает его особенным. И знак равенства между словами «имя и судьба» он не ставит. Имя, данное в честь мятежной личности, не сделало его жизнь насыщенной идеями революции и борьбы за свободу и независимость чего-либо. Вряд ли как-то имя оказывает какое-то серьезное воздействие на жизненный путь, какие-то основные вехи этого пути. В настоящее время законодательство нашей страны более либерально относится к выбору имени. Запрещено называть детей числителями, цифрами, титулами, ругательными словами. Достигнув совершеннолетие, человек может сменить имя на то, которое ему нравится. Одна из жителей нашего города воспользовалась этим правом и во вполне зрелом возрасте сменила имя, отчество и фамилию и стала облаком легким на склоне горы. Но согласование на выдачу документов было сложным. Я позвонила куратору, объяснила причину. Ну, по крайней мере, еще раз посмотрев все законодательство, то есть принято решение удовлетворить просьбу гражданке и присвоить ей имя, которое она пожелала носить. В настоящее время на пике популярности находятся женские имена Виктории и Анастасии. Среди мужских имен лидерство удерживают Александра и Кириллы. Некоторые имена уходят в историю и все реже выдаются свидетельства о рождении Григорием, Василием, Ольгом. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Это были главные новости ушедшей недели. Следите за нами на официальном канале в YouTube, в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. В студии был Константин Перевозчиков. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова